Город Назарова 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 И более такая качественная предпроектная подготовка, потому что все проекты готовятся в городе Красноярске, к сожалению, оттуда они, считай, не до конца изучают те детали, которые здесь есть. И с учетом низкой плотности застройки города, характерно для города огромное количество неблагоустроенных, неразмежованных, незакрепленных земельных участков, неразграниченных, которые тоже создают, скажем так, визуальный некий дискомфорт. Рядом с администрацией есть прилегающие территории, а уж прилегающие территории к офисам, дальним торговым комплексам и просто к магазинам, я думаю, что тоже должны быть вовлечены эти комплексные программы по предустройству. И считаю, что управление городским развитием, развитие городских пространств необходимо как-то организовывать через активное участие предпринимателей всех уровней. Яркие такие достойные примеры в городе есть, привыкли к этому, но я увидел и хочу это подчеркнуть. Но есть еще огромное количество примеров, где предстоит проявить профессионализм, достойчиво, желание сделать город более комфортным для проживания. И здесь, конечно, роль специалиста в предпринимательстве должна быть более настойчива. И хотел бы подчеркнуть, что на фоне существенно выросшего объема благоустройства общественных пространств, визуально вижу и неоднократно в этом депутаты выражали свое мнение. Жители разных формах через СМИ критическое недофинансирование потом по условиям содержания, обслуживания этих общественных пространств. Что летний период, межсезонний, что зимний период. Потому что тоже здесь кардинально надо ситуацию пересматривать. Озвучивая такой спорный, во многом, может быть, такой публично невоспринятая тема, это создание, возможно, нового муниципального предприятия по благоустройству города Назарова. Состояние и проблемы дороже транспортной области в городе, я думаю, что на первом месте, все вы об этом узнаете, они открывают из Америки. Из 201 километра протяженность общих сетей 44% числится с неким черным покрытием, переходным покрытием, 44%, подчеркиваю, а 55% всего дорожного полотна, это гравийное, ну, где бы, такое, скажем, мягко говоря, начальные стадии. Это тоже вызывает огромное количество критических замечаний жителей, автовладельцев. Намерен по этому вопросу тоже активно работать, и, безусловно, здесь добиться увеличения бюджетного финансирования с целью кардинального улучшения качества лично-дорожной сети. Следующим пунктом, для которого для меня стала новость, это веденный режим неблагоприятных металлических условий, так называемый режим черного неба. Конечно, здесь увеличение и приглашение активного участия в Министерстве экологии вместе с общественностью более чем актуально. У меня нет оснований не доверять ГРЭС, но, тем не менее, эта тема присутствует. Либо это частный сектор, либо это комбинировано, либо надо, всякую тему наносить на повестку дня, обсуждать и снимать ее. Социальная инфраструктура города представлена очень разлетненно на сети учреждений здравоохранения, образования, учреждений, культуры, билетических сетей спортивными объектами и, в моем понимании, характеризуется яркими достижениями, со сложившимися трудовыми коллективами. И для всех этих учреждений, отраслей, характерно для всех почтовых, износ основных фондов, требующих капитального текущего ремонта, частично дефицит кадров. Ну и бесспорно заявляю свою всемирную поддержку через профильное министерство совместно с отраслевыми руководителями, отрабатывать по финансированию, участие по грантовым программам и так далее. Отдельно хотелось бы остановиться на образовании молодежной политики. Я считаю, что во многом и в главном направлении, в самое перспективное, вместе всем госпитом определиться с специализацией города, крупные компании, бизнес, экономисты должны поставить задачу, кого и какие кадры готовить, какие школы, техникум, вузы. Для города, прежде всего, с участием Министерства образования, Назаровский техникум должен стать центром технологического лидерства. Для школ совместно с родителями при поддержке вузов на первое место выходит задача ранней профиориентации школьников. Конечно, для меня яркий пример такой, энергостроительный техникум. Его сильные позиции в крае, поддержка профиориентации со стороны энергетических компаний. Уникальный пример. И на учетном имеющихся уже опыта, продолжить практику создания специализированных прообильных классов школы города. С дальнейшим обязательным сопровождением учебы в вузах. Возможен поощрение лучших учащихся студентов именными стипендиями. Ну и, в моем понимании, успешные учащиеся студенты в день города, на юбилеях, на праздниках, должны быть, наряду с ветеранами, первых почетных местах городских ДК. Они должны чувствовать свою востребованность в городе, эту связь непрерывную выстроить выпускник, студент, администрация города через работу отдела молодежной политики. Я намерен активно содействовать школам, выстраивать партнерские отношения по профиориентации с ведущими вузами Красноярска. Опыт такой у меня тоже есть. И личное знакомство с большинством вузами тоже позволяет об этом зависеть. Учреждение культуры и ее список меня просто поразили. Его достижения, безусловно, требуют улучшения материально-технической базы. Слава творчества коллектива художественной деятельности давно вышли за пределы города. Хотел бы остановиться о том, что в нашем крае есть яркие примеры, где с участием культуры формируется принципиально новый узнаваемый бренд территории. Это Минусинский помидор, Мир Сибири, Лисаянское колецо. Я считаю, что Назарова тоже назрела в формировании более сильного, привлекательного бренда города. Это очень кропотливая, подлоемкая. Но считаю, это перспективная задача. И уверен, что при таком настойчивом подходе это может стать такой новой, бежимой силой в развитии экономики и города в целом. 114 лет назад родилась Барина Алексеевна Владимировна. Говорят, яркие таланты рождаются раз в столетие. 114 лет прошло, значит, это яркая звезда новая. Молдава где-то ходит, надо помочь выявить, проявить. Я считаю, что фестиваль Ладынина уникальный. Надо его границы расширить. С министром культуры я там предварительно обсуждал. И фестиваль должен быть такой некой творческой площадкой, геносценической площадкой выступают яркие молодые таланты. И явно должны появиться новые звезды, новые Ладынины. И я думаю, что создание условий в целом для проявления поддержки талантливых ребят, детей в городе, я считаю, что для меня один из главных приоритетов моей работы. Спорт, позвольте выразить свое восхищение, это уникальное учреждение. И в моем понимании Назарова давно носит статус такой спортивной столицы западной группы районов и городов. Это благодаря системе профессиональной поддержки и работы тренеров, преподавателей. И, конечно же, как руководитель, я свою задачу видел, не везде это подчеркивал ранее. Осуществлять через, при необходимости, через формирование новых федераций по видам спорта, ну и через регулярный личный контакт общения с руководителем спортивных учреждений. И, бесспорно, поддержка ресурсной базы наших спортивных учреждений. И стель за такой дальнейшей популяризации спорта и пропаганда здорового образа жизни, существующая материальная база, позволяет намеренно инициировать уверенно эту поддержку глав среди территорий западной группы районов, проведение спартак-океады, как по летним, так и по зимним видам спорта. Ну и максимальное содействие, подчеркиваю, укрепление материальной базы, спортивной базы. Все намеренные планы социально-экономического развития гардируются во многом на одном бюджете города. Бюджет довольно-таки скромный, уже подчеркивали мои коллеги, вы хорошо знаете, более 72% это дотации субсидий и те 15 программ, которые существуют, они реально действующие, нужны. Я предлагаю обсудить потом будущему эту тему активнее работать с кредитами, нулевая задолженность, можно ей гордиться, но взаимствование надо уметь делать, приглашать, привлекать и использовать в дальнейшем для более активного развития поддержки существующих программ и формирования актуальных новых. Бюджет бесспорно он социальный, хорошо вы это все знаете, список более чем достойный. Уважаемые коллеги, перечень проблем более чем масштабный, я однократно обсуждался в СМИ, общественностью, депутатами и в своей работе, конечно же, я намерен выстроить взаимодействие с общественностью, с политическими партиями, Советом ветеранов и, конечно, с районным Советом. Но не умоляя при этом, крови и значимость аппарата администрации, существующая структура, она отработана и считаю, что на сегодняшний день довольно-таки ремная, но коль условия конкурса требуют своих предложений по структуре, я готов ее озвучить. На сегодняшний день глава города напрямую руководит двумя отделами, пусть даже 7-5 и Волгур, все-таки вроде задача главы города немножко другая, чем прямой руководствами отделами. И непонятно для меня, с учетом имеющихся диких проблем в коммунальном хозяйстве, в благоустройстве, куда-то выполнил ЖКХ. Сегодняшнее критическое замечание по городскому хозяйству требует пересмотра, в моем понимании. Подчеркиваю, я знаю, что структура не единоличная решением главы города, но тем не менее требует корректировки с участием депутата. Тема эта есть, я готов потом эту тему выносить и обсуждать. Ну и ряд других, я думаю, что не совсем актуальных на сегодняшний день вопросов. По структуре потом обсудим. С целью оперативного взаимодействия с жителями города я намерен намерен создать территориальные общественные советы в каждом микрорайоне, о чем я уже говорил, потому что в каждом микрорайоне свои особенности. А в составе микрорайонов выстроить взаимодействие с председателем Совета многоквартирных домов. Тоже такой опыт у меня, более чем серьезно наработан. Это позволит быть постоянно в пульсе всех имеющихся проблем и самое главное, оперативно их решать совместно с жителями, Советом ветеранам, молодежным активам намерен сделать ревизию существующих программ по развитию патриотики и изучить возможность издания такой масштабной книги памяти о героях-защитниках Назарова в годах Великой Отечественной войны. Уважаемые коллеги, изучал ранка подготовки к конкурсу имеющейся программы, в том числе наткнулся для меня уникальный мастер-план города Назарова. Присутствие здесь энергетикам, спасибо, что вы там принимаете тоже активное участие, подготовлены с ОЭКом. И я считаю, что в любом случае требуется с учетом новых веней в экономике и политике кардинально пересмотреть, подготовить, продумать комплексную программу развития города. При активном участии в ведущем бизнесе жители города, правительство Красноярского края, личной поддержки губернатора Александра Викторовича Уса, которые являются инициатором создания уникальной для всей страны корпорации развития Енисейской Сибири. И в его огромном перечне развивающихся проектов Енисейской Сибири должны добавиться более активно, более серьезным перечень проектов, которые будут реализовываться в городе Назарова. Для этого потребуется выстроить мосты для обеспечения как федерального, так и краевого финансирования, партнеров крупного бизнеса, активное логирование депутатов всех уровней. Это Зубарева Виктора Владиславовича, я об этом уже подчеркивал и комментировал, депутаты Государственной Думы. Ну и более чем серьезный список депутатов ЗС. Я думаю, что нам получится собраться за одним столом Попов Сергея Александровича, Владимир Пилогова, Исаия Валерия Андреевича с серьезным опытом в политической хозяйственной работе. И в свете резко изменившейся политической обстановки в мире, в серьезных событиях, которые повлияют явно на экономику, востребована, бесспорно, будет вновь продукция российского производства. И на фоне всех явных событий, через Китила серьезно вернуть городу промышленный статус. Уважаемые депутаты, уважаемые жители города, задачи более чем масштабные, обо всех, конечно, не расскажут даже за час. Имеющийся практический опыт жизненный у меня, опыт работы в команде, взаимодействия с правительством, губернатором Александром Викторовичем, я думаю, что эти планы по плечу, я в этом уверен. Только есть одно «но», которое может нам мешать, существующие мелочные конфликты, порой чрезмерно излишняя политическая толкнутая и разобщенность. Все, конечно, это не остановит, но будет серьезно отвлекать. Я предлагаю, что, и тоже чувствую, что поймут и получают эту поддержку, отпит, извлечь из такого, не совсем недалекого прошлого уроки, вместе с нами, с администрацией, с политическим активом, с депутатами. Работать вместе, работа всегда объединяет, сделать город комфортным, уютным для всех жителей. Спасибо за внимание. Работа сolaiva.